Друзья, приветствую вас! В эфире программа для самых маленьких телезрителей «Мир глазами детей» и я, Артём Маланин. Сегодня в выпуске поговорим о самой дорогой в свое время приправе, узнаем, как делают чай и послушаем замечательное стихотворение про наш город Губкинский. Побываем в школе номер 6 и в детских садах «Брусничка» и «Светлячок». Не переключайтесь, мы начинаем. Мальчики и девочки, сегодня я вам расскажу о соли. Сейчас она стоит несколько рублей, а в свое время ценилась на вес золота. Иметь полную соломку могли только богатые люди. На протяжении столетий добыча соли является задачей государственной важности. Кстати, соль не только приправа, ее используют в сельском хозяйстве, и в животноводстве, и в медицине. А что знают о соли дошкольники? Отправляемся на опрос. Соль это ископаемая, и соль бывает пищевая, морская, каменная и пещерная. Чтобы солить продукты и суп, бывают каменная соль, продуктовая и морская. Я использую соль, чтобы еда была вкуснее, но когда я ем лук, я всегда беру соль, но иногда нет. На соли, да, много, они лежат в полочке. И на соле. У нас есть такая большая коробка, где много соли. Моя мама использует соль для яичницы, чтобы яичница была вкуснее. Про соль, ну я знаю, что соль кислая, ее можно в еду добавлять. А еще ее добавляют в суп и мясо. Что-то может солить такое, что хочешь посолить. Еще есть морская соль для манны. Ребята, вы, конечно, молодцы. Ответы у всех интересные. Теперь я дополню, что знаю про соль. Это вещество жизненно необходимо для человека, равно как и для всех живых существ. В глубокой древности соль добывалась сжиганием некоторых растений в кострах. Получившиеся залу использовали как приправу. Потом соль стали выпаривать из морской воды, поэтому она дорого стоила. Но когда ее научились добывать, она перестала быть дефицитом. Теперь ее можно купить во всех продуктовых магазинах. Главное правило – солью нужно пользоваться с умом. Лучше не высолить еду, чем пересолить. В больших количествах соль вредит нашему здоровью. Вот такие интересные факты. А теперь сменим тему и послушаем вопрос, который задал нашему эксперту школьник. У меня такой вопрос – как делают чай? Девочки и мальчики, здравствуйте! Но кто из нас с вами не пил чай? Наверное, нет таких. Но не все знают о том, как же делают тот самый чай, который по утрам заваривают родители. Оказывается, существуют целые чайные плантации, где листочки чая бережно собирают, чтобы не повредить. Сбор производится вручную до четырех раз в год. Собранные листочки укладываются в ящик, обрабатываются паром для подсушивания, а затем охлаждают и сушат. Далее листочки скручивают. И только после этого он попадает на прилавки магазинов. И когда уже чай попадает к нам домой, можно насладиться им, заварив листочки в кипятке. В России чай появился в 17 веке. Монгольский хан вручил пакеты с чаем русскому послу в качестве подарка царю. Чай правителю понравился. Вначале его использовали как лекарство для богатых, и только спустя десятилетия чай стал доступен всем слоям населения. Чай бывает разного цвета. Почему? Спросите вы. Оказывается, чайные листья, прежде чем попасть в наши чашки, проходят разную обработку. Листья сушат при разных температурах. Черный чай получается при сушке 90 градусов, а зеленый при 105. А еще существует чай из разных трав. Для него используют мяту, ромашку, малину, зверобой, шалфей. Такой чай тоже будет отличаться по свету. Сейчас бы чайку, но только после того, как посмотрим рубрику «Талантище». В нашей стране городов не есть честь, а для меня любимый мой есть. Губкинским его я зову. Здесь я родился, и в нем я живу. Город мой совсем молодой. Каждым годом растет он со мной. Очень хочу разумнать о нем. Почему он так назван? Что ценного в нем? Вот и хожу в свой детский сад. Здесь на экскурсии водят ребят. Историю о городе саду я узнал. И памятники Губкину с детьми посещал. Узнал, что другие есть моменты, скульптуры и памятники. Поча Победы, где памятник героев в городе храним. И им поклониться, создавшись спешим. Еще я узнал, что наш город спортивный, творческий, юный и перспективный. Есть знаменитости в танце и спорте. Много героев и в сложной работе. Достроят дороги, дома сооружают. И черное золото с болот добывают. Мы городом нашим гордиться должны. Пусть он растет на благо страны. Мне стихотворение очень понравилось. Хочу похвалить мальчика. Он большой молодец. А про автора добавлю. Он наш самременник и житель города. Надеюсь, в следующих программах мы еще встретимся с этим творческим тандемом. А на этом сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!